Так, все, запись пошла. Друзья, всем привет! Сегодня у нас гость очень интересный с очень интересным проектом Максим Глазов, проект Цифровая Академия Будущего, поэтому сегодня послушаем, что нам расскажут про проект. Да, всем добрый день. Ну, давайте, наверное, Дмитрий. Мы с чего начинаем? Да, про себя сначала расскажи про себя, кто ты, что ты, как ты вообще пришел во все это. Окей, хорошо. Значит, ну, как Дмитрий сказал, меня зовут Максим Глазов, я являюсь основателем Цифровой Академии Будущего. Это образовательная платформа именно цифровых профессий, то есть образовательная платформа в цифровой среде цифровых профессий связана в основном с Web 3.0 технологией, блокчейн-технологией и цифровые финансовые активы, криптовалюты, искусственный интеллект, бигдата, куча еще непонятных слов. Вот, собственно, вот на этом нацелена наша образовательная платформа. Немножко про себя расскажу. Я в сфере блокчейн-технологии давно, порядка, наверное, уже, получается, 12 лет. То есть я один из тех древних мамонтов, который только начинал, да, значит, свое общение с биткоином на самой заре его возникновения, когда все еще крутили у виска, да, говорили, что биткоин и все эти криптовалюты, пирамида, хайп и скам, и все это, значит, ненадежно, да, там большие риски, риски потерять, и все, в общем, это какая-то ерунда. Вот в то время я заинтересовался этими проектами, прожил там некоторое время в Китае, уехал в Китай, был свидетелем возникновения такой крупной корпорации, как BitMine. Если кто-то знает, это производитель оборудования по майнингу. В то время как раз я общался с их руководством, они располагались там в провинции Шэньчжэнь, там в районе Шэньчжэня. Мы там были неоднократно, это были такие смешные достаточно ангары у них поначалу, да, то есть когда они только развивались. Вот, все было так очень достаточно дешево, скромно, но быстрыми темпами они вот, как мы видим, развелись в очень-очень солидную корпорацию. На тот момент я у них покупал оборудование, один из первых, привозил в Россию, майнил я тогда биткоин, сложность была низкой, значит, майнилось достаточно много, там, намайнил я, по-моему, что-то там в районе 15 биткоинов, это когда у него курс еще был там 200 долларов. Ну, то есть вот оттуда все началось, вот все, познание вот этой новой, я просто понимал, что это новая, так сказать, экономическая система, которая, возможно, идет либо, на тот момент у меня было представление, как альтернатива бретенвудской долларовой финансовой системы, либо как ее прямой конкурент. Но сейчас до сих пор сложно, да, сказать, даже по прошествии там 12 лет сложно сказать, все-таки, что это такое, либо альтернатива, либо конкуренция. Ну, очевидно, что конкуренцию между децентрализованной и централизованной системой мы сейчас наблюдаем, это факт, это CBDC, да, цифровую валюту государств против криптовалют. Ну, да ладно. Так вот, и с этого началось мое знакомство, оно не прекращалось, а только усиливалось. После того, как я увидел, что такие, значит, ключевые вузы российские, как МГИМО, МГУ, Высшая школа экономики и прочие, значит, там, Институт Плеханова стали внедрять себе в процесс обучения, так сказать, вот эти новые технологии блокчейна и Web 3.0, я понял, что, ну, обратного хода у этой истории точно уже не будет, и это только движение вперед, и когда такие, ну, значительные, да, гиганты, скажем так, биржевики, которые, там, investing.com, да, которые, там, разместили у себя информацию по криптовалютам, то есть, соответственно, было понимание, что тоже точно назад отката не будет, и это только движение вперед, это новые технологии, новые финансовые технологии, цифровые, с которыми еще нам не приходилось сталкиваться в истории, поэтому было принято такое решение погрузиться туда еще больше и организовать, поскольку, как всегда это бывает, да, в новых технологиях у нас появляются недобросовестные, непорядочные, да, так скажем, элементы, которые пользуются вот этим незнанием, так сказать, людей, и на этом пытаются хайпануть, там, обмануть, мошенническими какими-то действиями, там, присвоить, значит, чужое, вот появилась идея создать цифровую платформу образовательную, которая бы была, ну, все-таки проводником обычных неосведомленных людей вот в этих новых цифровых технологиях, чем, собственно, вот я и занялся на тот момент, как раз, да, это был вот расцвет, так скажем, вот этих вот инфо, да, там, цыганства, мошенничества, там, всяких пирамид, связанных с блокчейн-технологиями, эти мошенники, они очень умело, так сказать, жонглировали непонятными вот этими словами, типа смарт-контракты, блокчейн, криптовалюты, там, и прочее, там, DeFi и прочее, прочее, вводили людей в заблуждение, значит, и вот, пользуясь этими незнаниями, они вот обманывали таким образом людей, да, там, последние из таких вот подобных там историй, это то же самое, там, Финника, там, и прочие-прочие такие вот проекты, да, которые мы знаем на слуху. Вот, вот, собственно, вот основная цель была именно такой, то есть это как бы вот сопроводить людей, дать им минимальное понятие о рисках, о терминологии, для чего это нужно, какая в этом ценность, ну, потом, впоследствии, все это переросло уже, понимая о том, что это неизбежный рост, и это новая, возможно, экономическая система, да, цифровая, значит, переросло все это в появление новых цифровых профессий, и сейчас мы это наблюдаем, да, у нас появились такие, которых тоже никогда не было в истории, да, новые профессии, например, специалист по выпуску цифровых финансовых активов, да, вот, то есть никогда такого не было, сейчас такая профессия существует, некоторые корпорации, которые занимаются выпуском цифровых финансовых активов, они пользуются, значит, такими вакансиями, они их размещают у себя на сайте, это там та же компания Тамайс Нордникеля, точнее, значит, Тамайс, которая сделала для Нордникеля первый токен, да, выпустила, значит, как мы помним, все компании, которые в Российской Федерации, в нашей юрисдикции пытаются выпускать токены, они должны быть в реестре определенном, который находится в Центральном банке, то есть, по сути, это два реестра, первый реестр это по выпуску цифровых финансовых активов, второй реестр это по обороту, значит, оборот и обмен цифровых финансовых активов, вот так он называется, это второй реестр, в этих двух реестрах пока немного игроков, там порядка, по-моему, четырех-пяти, сейчас уже не вспомню, помню точно, что Норникель есть, Сбербанк есть, и еще какие-то компании, так вот, эти технологии, про которые я говорю, веб-3.0 блокчейн, цифровые активы, они очень усиленно закрепляются у нас в Российской Федерации, и буквально, значит, у нас вот на днях здесь проходил форум по искусственному интеллекту, на котором выступал президент Путин, и выступал Греф, президент Сбербанка, мы, значит, удостоверились лишний раз в том, что позиции блокчейн-технологий распределенного реестра, да, и цифровых финансовых активов, и криптовалют, они у нас в России укрепляются. Это хороший знак, то есть по одной простой причине, что это не запрещено, да, как это там в некоторых государствах запрещено совсем, то есть, да, вот, поэтому у нас мы идем своей дорогой, как сказал Аксаков, мы никого не копируем, хотя мы учитываем международный опыт, и в то же время мы разрабатываем свои технологии. Да, вот, кстати, последняя, значит, информация очень интересная была по международной системе расчетов, да, которую предложил президент, это использование системы, древней системы расчетов Хавала, которая называется, да, многовековая, она берет там начало с восьмого века, и вот на основе этой многовековой системы расчетов, которая, по сути, децентрализована и построена на доверие, значит, было предложение сделать, то есть применить туда вот эти вот новые инструментарии, новые технологии цифровые, там, распределенный реестр, блокчейн, смарт-контракты, цифровые валюты, и создать, так сказать, вот новую вот эту независимую от Братенвудской систему расчетов. Это все я говорю к тому, что в цифровом образовании, в этих цифровых профессиях, безусловно, есть перспектива. И тот, кто сейчас успеет распознать эти знаки, да, и первым начнет обучение, трансформируется именно вот в этой цифровой среде, тот, безусловно, будет, так сказать, на вершине, тот получит максимальную мотивацию, работая там либо на себя, либо в какой-то корпорации в компании, потому что зарплаты цифровых специалистов, они гораздо выше, чем, скажем так, зарплаты аналоговых специалистов, если взять тот же самый Атомайс и специалистов, которых я выше озвучил по цифровым финансовым активам, то это чеки там от 3000 долларов, ну, например, да, и выше. Либо мы берем любую традиционную профессию, например, юриста классического традиционного, и трансформируем его в цифрового юриста, это со знаниями системы Web 3.0 и блокчейн-технологий. То же самое, то есть традиционный юрист у нас получается блокчейн-юристом и выпускается у нас в цифровой академии, соответственно, мы выдаем документы необходимые, государственные удостоверения о повышении квалификации, либо диплом государственного образца, и этот специалист, он уже находит себе работу как раз в технологичных компаниях, таких как там Норникель, Сбербанк, там Роснефть и прочее, да, где требуются такого рода специалисты-юристы, работающие с блокчейн-технологиями, с новыми. Собственно, вот эта вся ценность нашей цифровой образовательной платформы, основная ценность, да, это повышение квалификации в цифровой среде, это обучение людей и дать возможность им различить, где в этой среде мошенники, где, так сказать, технологии реальные, куда, допустим, если мы говорим с точки зрения спекулятивной составляющей, либо с точки зрения инвестирования в рынок криптовалют, то тут нужно различать, да, технологии, технологичные проекты от каких-то вот как раз хайповых и там мошеннических, да, проектов. Ну, то есть, именно у нас, скажем, тут схожие цели, то есть, что дать людям именно, как сказать, обезопасить их как раз вот от большого количества, как быть, уже и мошенников, и там то, что не знание каких-то моментов, то есть, именно там люди там не могут правильно иногда отправить там куда-то деньги, если им это необходимо сейчас, тем более там со всеми санкциями, там очень, скажем так, именно криптовалютой начали больше людей пользоваться, и там элементарные вещи люди не знают, и то есть, им нужна, конечно же, помощь, то есть, в идеале даже взять за ручку и провести по всему этому пути, плюс также, да, дополнительные люди уже, которые хотят именно уже больше углубиться, там, стать уже в чем-то экспертами, как раз для этого вот и нужны, да, как вы сказали, именно образовательные учреждения, скажем так. Ну, я тут вот поправлю, да, Дмитрий, немножко. Все дело в том, что все-таки у нас в этой сфере, в Web 3.0 и блокчейн-технологии, про которые мы с вами говорим, до сих пор остается достаточно много вот этих, так, скажем, самозванцев, либо мошенников, либо инфо-цыган, и здесь очень важно различать как раз вот это вот качество обучения, да, то есть, кому можно доверять, кому доверять не стоит, как правильно определить, то есть, все-таки, с кем идти, так сказать, вот по обучающему процессу, какую ценность, да, несет вот тот или иной преподаватель, лектор, все-таки вот это вот очень важный момент, да, и мы на этом концентрируем свое внимание очень серьезно, то есть, начиная с научных разработок, в том числе и в методологии образовательной, у нас очень квалифицированные специалисты по методике образования, которые составляют нам те самые, значит, образовательные программы и курсы, ну и заканчивая там маркетингом и рекламой, да, то самое, как правильно преподнести людям наши продукты, дабы их ни в чем, не дай бог, не обмануть, либо не было двойного трактования чего-то, да, каких-то там наших услуг, вот, чем, опять же, вот, очень часто пользуются многие, так сказать, там, инфо-цыгане. Я даже хотел уточнить, как вот, скажем так, простому обывателю, вот, среди многих там образовательных там курсов, проектов, как, к примеру, вот ему, скажем, почему он должен выбрать, к примеру, вас, то есть какие-то вот именно такие моменты, на которые он при ознакомлении видит, что да, это действительно лучше, чем у других, или есть что-то то, чего нет у других, вот в таком моменте, вот для простого обывателя, как он это все различит? Да, ну, смотрите, первое, что, вот, как я не сказал, первое, это, конечно, нужно обращать на, так сказать, документацию, да, которая имеется, вот, в той или иной компании, или, там, у человека, допустим, наличие лицензий образовательных, то есть, понятно, что Министерство науки образования города Москвы, ну, так сказать, там, просто так кому-нибудь, а тем более, там, мошенникам, да, которые находятся, там, условно, в черных списках Сбербанка, о, Центрального банка, прошу прощения, потому что, ну, то есть, существует такой список, да, это лиц, сейчас могло ошибиться, немножко формулировки, но это связано с пирамидами, да, что-то, то есть, некий список, да, который, вот, выявляет признаки пирамид, и вот туда, значит, в этот список попадают организации, там, или, там, ИП, вот, то есть, ну, как минимум, вот такие вещи, да, то есть, получить лицензию образовательную, например, такому лицу уже не удастся. Это первое, на что нужно обращать внимание, а второе, это, конечно же, команды, это эксперты, которые, это преподаватели, которые здесь работают, то же самое, то есть, надо понимать, с кем вы имеете дело, то есть, если это, значит, цифровая академия будущего в лице Глазова Максима Сергеевича, то нужно посмотреть, кто такой Глазов Максим Сергеевич, чем он занимается, да, посмотреть, так сказать, в открытых источниках его, там, портфолио, историю, какие-то кейсы, образование, да, как минимум, там, и прочие-прочие вещи, да, то есть, да, будет удостовериться, что да, Максим Сергеевич, он уже, там, более 10 лет в этой, значит, теме блокчейн-технологии, он принимал участие в различных конференциях, например, кстати, я не озвучил, что я учусь сам в ГИМО на магистратуре по программе правовое регулирование цифрового развития у Элины Сидоренко, у профессора, также принимаю участие в научной деятельности во многих вузах, в том числе и в ГИМО, очень активную, в пятницу вот у нас была очередная, значит, конференция по поводу цифрового образования, правда, школьного, в которой принимал участие, там, Сколково, то есть, вот, понимаете, да, и все вот эти вещи, их, конечно же, желательно бы поднять простому, так сказать, человеку, да, который хочет получить образование, то есть она, вся эта информация есть в открытых источниках, просто здесь не стоит, ну, лениться, да, мы же понимаем, что всем хочется все и сразу, и лучше бы ничего не делать еще при этом, вот, там, лишний раз пошевелить пальцем, да, там, зайти куда-то в интернет и что-то посмотреть, это тоже лень, вот, поэтому я все-таки рекомендовал бы более внимательно относиться к источникам информации, к их актуальности и к тем лицам, да, которые вам что-то, так сказать, преподают, потому что, если говорить, например, про неспециалитеты, да, вот, про которые мы, кстати, делим образование на две части, да, это специалитеты, такие как блокчейн-юрист или, там, блокчейн-финансист, там, и прочее-прочее, вот, про которые я говорил, или, там, налоговый инспектор, да, который прошел повышение квалификации в области блокчейн-веб-3.0 для того, чтобы он мог работать, да, правильно исчисляя налоги по криптовалютам или по цифровым финансовым активам. Это одна часть, да, специалитета. А есть вторая часть, это инвестиционная такая спекулятивная история, когда мы говорим про трейдинг, про арбитраж на криптовалютном рынке, и здесь, конечно, риски огромные, надо понимать, что этот рынок очень сильно волатилен, и здесь сразу первое, на что стоит обращать внимание, то есть те ребята, те лекторы, преподаватели, да, которые говорят о том, что вы у нас, там, значит, там заработаете, да, сто процентов, вот такие, значит, такие формулировки нужно избегать прям сразу, потому что никто ничего гарантировать в этой среде не может. Это сто процентов, более того, я вам так скажу, что идти в эту историю, что международный арбитраж, который сейчас очень модный, да, на крипте, там, на валютах, что трейдинг на криптовалютах, это нужно туда идти только с каким-то более-менее свободными, так скажем, да, в кавычках капиталом, который вам не жалко потерять. Вот это вот должно быть прям, как говорится, красной, да, красной чертой у вас прописано, значит, ни в коем случае, да, мы не говорим про заемные какие-то средства, там, или, там, на последнее, грубо говоря, идти, вот, но опять же, даже если вы идете с последним капиталом, вы должны четко, осознанно понимать, что вы можете потерять все, а еще хуже, там, и останетесь еще должны. Поэтому это очень все рискованно, и когда вы выбираете ментора или преподавателя, да, или наставника, который будет вас сопровождать, здесь тоже с этим моментом очень внимательно. Хотел как раз еще вот спросить, сейчас смотрел сайт, очень красиво, внешне выглядит дизайн, какие самые распространенные у вас именно курсы, то есть что люди выбирают больше всего, какие вот именно моменты, вот, интересно, с учетом еще, с тем учетом, да, что сейчас, условно, рынок и ты все-таки в таком просадке, то есть биток внизу, все внизу, вот, но тем не менее у людей, да, конечно же, снизился, скажем так, энтузиазм ко всей этой криптоиндустрии, но именно те, кто в ней были, они из нее не выйдут и в любом случае уделяют этому внимание. Вот что сейчас происходит? Да, ну, давайте по порядку. Значит, по поводу образовательных программ. Самое популярное у нас это базовый курс. Сейчас мы его немножко трансформируем, он станет еще более интересным, опять же, в плане вот методики преподавания. И почему базовый? Потому что это как раз те самые базовые знания, которые необходимы каждому человеку. То есть потом, после получения вот этого базового блока, у нас идет разветвление на специалитет, вот по специальностям, да, либо там на спекуляции, на инвестирование. Но вот этот вот базовый уровень должен знать каждый. Там как раз и вся информация про риски, и как правильно строить инвестиционную стратегию, аудит проводить цифрового портфеля, как составлять себе цифровой портфель. Это, опять же, с точки зрения инвестиций. Если это специалитет, то это базовые какие-то принципы, как работает смарт-контракт, как работает блокчейн, что это такое, как работает майнинг. То есть вот это вот самый, конечно, популярный курс. Что касается курсов по трейдингу, арбитражу на валютном рынке, вот эти вот спекулятивные, они, конечно же, сейчас пользуются меньшим спросом, так как вот рынок, да, вот ко второй части переходим вопроса, что сейчас по рынку. Рынок просел, и, конечно же, спрос снизился. Но, немножко прокомментирую этот момент, поскольку я давно уже в этой среде, я просто не знаю, сколько вы занимаетесь, да, значит, вот в этой области, но я наблюдал несколько взлетов и падений, да, по-моему, там, если я не ошибаюсь, было 4, может быть, 5, то есть таких проколов, да, когда биткоин взлетал и потом падал, да, там, один из последних, это когда он проколол 21 тысячу, да, потом упал на 3 тысячи долларов. То есть, представляете, какая разница, да, поэтому то, что происходит сейчас, для меня это, ну, ничего удивительного нет, настроения все были абсолютно те же самые, вот 100%, вот как вот под копирку, все одно и то же. Значит, когда все росло, люди вкладывались, был интерес, когда все стало падать, интерес, конечно же, снизился, пошли эти разговоры, опять же, что это все, так сказать, недолговременно, все это сейчас тоже там как-то, у меня там биткоин совсем упадет, вот, все то же самое и сейчас происходит, но я думаю, что, как я в начале беседы сказал, что все-таки это намного-намного серьезнее, нежели, вот, так сказать, простые люди это оценивают, это новая финансовая система, которая проходит свое тестирование, и она, конечно же, будет развиваться, биткоин будет стоить много миллионов долларов, и цена его будет расти бесконечно, вот здесь вот, ну, то есть, нужно вот это вот понять, даже никаких ограничений нет, то есть она как цифровое золото, да, биткоин будет в цене расти бесконечно, и то, что мы сейчас наблюдаем на рынке, для меня, с моей точки зрения, это время хорошее, это время закупаться, ну, если кто-то вот с точки зрения инвестирования, да, время покупать, что, собственно, и я делаю на какие-то свободные, более-менее вот средства появляются, я обязательно что-то откупаю себе в цифровой портфель, и я думаю, что, ну, опять же, это просто мое, да, так сказать, я никому ничего не навязываю, думаю, что в 23-м году мы, конечно, скорее всего, с большей долей вероятности увидим там за 100 тысяч долларов биткоин, ну, то есть те, кто посмотрит это видео наше, да, с вами запись вот этого 28 ноября, 22-го года, значит, и пожалеют о том, что они не купили хоть там какую-то часть биткоина. Я шучу, конечно. Нет, вы правы, единственное, что мы, скажем так, можем прям с уверенностью сказать, что я, наверное, что Максим поддержит, то, что не держите все свои средства в одном месте, как говорится, все яйца в одной корзине держать не нужно, потому что, тем более сейчас, и тем более не держите их на биржах, то есть если вы там не активный, скажем так, трейдер-игрок, то все держите на кошельках, в идеале на горячих, либо холодных, то есть, ну, точно не на бирже, с учетом последних тенденций. Так, Максим, плюс, считаешь, хотел спросить, у вас очень-то красивое есть название на платформе, это закрытый клуб. Что это такое? Что он дарит людям? Просто звучит очень круто, как бы всегда такой интерес. Расскажите, пожалуйста. Да, закрытый клуб – это как раз история про деньги. Это клуб единомышленников, те, кто хотят зарабатывать на крипте, на цифровых финансовых активах, те, кто хотят собрать правильный цифровой инвестиционный портфель себе, значит, его правильно вести, этот портфель, зарабатывая при этом. Ну, в общем, все, что касается заработка на крипте, включая и трейдинг, и арбитраж там на валютных рынках, в этот клуб, здесь вот такие моменты, очень важные, на наш взгляд. В этот клуб мы пускаем только образованных и осознанных людей, дабы не, так сказать, не вводить никого в заблуждение, чтобы мы четко понимали, что люди, которые туда заходят, в этот закрытый клуб, они ясно представляют себе, уже представляют себе все риски, все моменты, связанные с волатильностью этого рынка и прочее, прочее. То есть, поэтому, прежде чем попасть в этот клуб, человек проходит тестирование, ну, что-то вроде там экзамена, да, где мы понимаем, что да, человек, он понимает, что он делает, и после этого только... Это как вот, знаете, аналогия, то, что сейчас собираются законодательно принять в России, это, значит, квалификация инвестора, да, квалифицированные инвестора. Вот такое понятие у нас будет, да, где то же самое, будут там проходить тесты люди, и там, допустим, пройдя один тест, ему дается возможность оперировать там одной суммой, да, там, условно говоря, там 100 тысяч долларов, да, пройдя там другой тест, там эта сумма увеличивается. Вот у нас примерно такая же история. И после этого, как прошли тесты, люди заходят в этот закрытый клуб, где, собственно, вот мы каждый день, значит, что-то анализируем, проводим какие-то либо сделки, ну, в общем-то, зарабатываем. Нет, это действительно круто, потому что многим людям что-то нужно такое, чтобы было некое вот сообщество. Даже вот нам сейчас очень многие люди пишут, что когда мы уже сделаем на платформе закрытые чаты, я помню, мы еще летом анонсировали, вот все люди ждут, ждут закрытые комнаты, чаты, где люди могут посидеть, собираться. Вот, поэтому на эти счеты я прям, я их полностью понимаю. Вот, плюс также мы в любом случае очень рады сотрудничеству, то, что вот мы познакомились благодаря вот форуму. Надеюсь, у вас также все получится приехать. Плюс мы уже вот общались заранее до звонка. Я сегодня постараюсь уже выставить пост, красиво все оформим на скидочку на ваши курсы по промокоду. Мне вот уже прислали. Вот, поэтому будем рады сотрудничать, дружить, общаться, тем более, тем более в такое время, когда без общения и дружбы сейчас вообще никуда. А то там многие говорят, вот вы там наши... Да, вот здесь вот я хотел бы прокомментировать тоже, что касается организации подобных форумов. Это очень своевременно, я хочу сказать. И именно несмотря на то, что, казалось бы, рынок в таком состоянии находится, но есть определенные однозначно плюсы, связанные с общей политической обстановкой, с санкциями. И вот подобные форумы, конференции, подобные тусовки, а тем более, как я в начале разговора сказал, что в Российской Федерации криптовалюту и цифровые финансовые активы, да, и все, что с этим связано, не запретили, а только наоборот идут навстречу. И это очень круто. Я думаю, что вот такие форумы, форумы, они очень своевременные. Это очень классно, что можно на, так сказать, на платформе вот этого форума встретиться, пообщаться, познакомиться, обрести новых единомышленников, развивать какие-то идеи, в том числе и научные разработки, которые помогут, да, так сказать, нашей стране и каждому участнику лично. Да, мы на самом деле пытаемся учесть ошибки, можно сказать, такие нюансы других форумов. То есть там все, что касается цены билетов, стендов, касается самих проектов. То есть мы возьмем, если такие самые... Один из самых популярных, скажем так, форумов московских. Последний был, как там вообще были одни условно, майнинг и юристы. Все. И то, в основном майнинг. То есть видно, что людям как бы, ну, чуть-чуть скучновато, потому что хочется ввести это разноплавное. То есть криптоиндустрия, она же глобальная, там, начиная от игры, NFT, и этот же майнинг, потом какие-то проекты, веб-трит, блокчейны, люди делают идеи, тьма куча. И вот как раз мы стараемся собрать максимально разные проекты. То есть у нас будет почти из каждой категории несколько проектов. Вот. И каждый, кто придет на форум, может именно, скажем так, кого что интересует, он это найдет у нас в любом случае. Плюс также по спикерам. То есть мы стараемся сделать так, чтобы было максимальное общение именно из аудитории. То есть любой может задать вопрос, пообщаться. Плюс также после выступления там спикер никуда там в машину не сядет, не уедет. То есть он два дня будет, может быть, подойти, попить кофе, пообщаться. На этот счет мы прям стараемся вот именно так все сделать, такой дружелюбной прям такой аудиторию, чтобы вот прям все такие сплоченные были. Тем более, да, тем более во все это время других всяких санкций, запретов и так далее. Вот. Поэтому... Это решение, поэтому вам за это, конечно же, огромное спасибо за такую возможность. Спасибо большое, очень приятно. На самом деле, мы вот как раз вот сколько у нас получается, ровно два месяца назад мы только все это начали делать, анонсировать. И как раз это начали делать, потому что тому небольшому количеству людей, кому мы это сообщили, идеи воспринимали настолько прям живо и хорошо, что мы люди там с Питера, с Турции, мы приедем, у нас там будет куча проектов, некоторые даже из других стран, то есть там с переводчиками, то есть все такие, да, давайте, потому что опять же, то есть вся та совокупность, то, что в какое место, то есть место на самом деле тоже хорошее, то, что там и море, и парк сразу, и тут вся аудитория такая именно свежая, то есть она не в том плане, то есть, например, в Москве форма условно там каждые две недели идет разного плана. И иногда даже я сам лично видел, то, что людей я уже встречаю не один раз, то есть простые, кто ходит, не спикер, не проект, вот именно простые люди, которые пришли, о, я его уже видел там в прошлом году, то есть плюс-минус аудитория уже там одна и та же, кто ходит постоянно, а здесь именно много людей, кто также в этой теме, но им трудно, например, попасть, ездить каждый раз там в Москву, с учетом, что сейчас вот там небольшие проблемы у нас с сообщением, скажем так, на юге, плюс очень много людей, именно, которые здесь есть местные проекты, то есть мы сами удивились, мы когда начали анонсировать форум, у нас три крупных проекта, действительно крупных, из Новороссийска, именно по крипте, поэтому, хотя мы тут уже сами полтора года, они не знали про нас, мы не знали про них, и как бы, а мы в итоге буквально километры в одном, меньше даже, то есть почти соседи, вот, и это в любом случае, будут все в одном месте, пообщаемся, плюс в конце последнего дня, в конце 17 декабря, там вечером будет автопати в новом там клубе, ресторане, будет там круто, вот, надеюсь, что всем все понравится, тоже для нас это первый опыт, но мы прям стараемся выложиться на максимум, чтобы у всех остались только приятные впечатления, вот, спасибо большое, Максим, что пришел, уделил время, рассказал про себя, про свой проект, будем рады увидеться на форуме. Дмитрий, спасибо, что пригласили, и, конечно же, вам удачи в ваших начинаниях, благих, спасибо. Да, все, спасибо большое, всем пока, ребят. Да, до свидания, спасибо. Спасибо.